Че я это делаю, психуя? Здравствуйте! В этом видео мы разберем технику нанесения левого прямого, его разнообразия и наработку. Начинаем работу из стойки. Нам нужно две точки. Две точки можете спокойно сделать на полу с помощью пластыря. Становимся носочками на точки и отсюда нужно научиться для начала, для простоты делать вот такое вот движение. Левой ногой. Нужно с левой ножки толкнуть вес на правую ногу. То бишь я сижу, получается, центр тяжести больше смещен на правую ногу и дополнительно еще с левой ноги переношу вес тела на заднюю ногу. Обязательно нужно повернуть левую пятку. Смотрите, также бывает такой момент, когда люди очень неправильно разворачивают пятку. Я остановлюсь в стойку, смотрите, и идет пятка вот сюда, вот вперед. Именно вот так. Нога выпрямляется. Это неправильное исполнение. Исполнение должно быть такое, что у вас как будто нога, как сказать, вбитая гвоздь и ваша нога движется на месте. Именно скручивается. Колено скручивается во внутреннюю часть. Вот сюда вот скручивается. Но никак пятка не двигается вперед. И нога, ноги, колени никогда не стараемся выпрямлять. Они всегда находятся в таком маленьком полусогутном состоянии. Вот скрутили. Левая нога в разных видах спорта работает по-разному. Например, если брать классический бокс, то там немножко доворачивается. Если мы берем любой другой вид спорта, где в бою используются еще ноги, нанесение ударов ногами, там левую ногу нельзя доворачивать. Почему? Потому что когда я ногу довернул, если меня встречает лоу-кликом под левую ногу, то можно сбить человека с равновесия. Очень невыгодная позиция. Из-за этого там при нанесении ногу оставляет ровной. Они не разворачивают. Прям как можно прямее нога остается. Смотрит вперед. Это работа именно левой ноги. Как только пятка начинает движение, пятка начинает переводить движение таз. Нужно понимать такую маленькую вещь. Такое ощущение, что у вас слева как будто разрезан тело, либо вставлен штырь длинный-длинный. Любая работа левой пятки вам приводит движение плеча. То бишь, как только левая пятка начинает двигаться, начинает двигаться таз. Как только двигается таз, начинает включаться в работу плечо. Именно с пятки в плечо. Таз двигается немного, совсем чуть-чуть. То бишь, если мы встанем на эти точки и делаем скручивающие действия, таз двигается очень-очень мало. Совсем чуть-чуть. Вес переносится на заднюю ногу. По поводу плеча. У плеча есть свой предел. Этот предел примерно, как сказать, перпендикуляр к цели. То бишь, если я стою лицом к зеркалу, я повернулся, у меня плечо прямо смотрит в зеркало. Это очень просто понять, если взять и толкнуть что-либо. Например, вот груша. Я грушу буду толкать не вот плечом, которое опущено, а плечо подниму, поставлю в упор всему телу и толкну. Так будет проще всего. При этом конструкции создается каркас жесткости, именно самого удара. И также мы пробуем. Смотрите, мы бьем не вот здесь, оставляем плечо, а во время удара плечо доносим до своей центральной позиции. И вот так не делаем. Нельзя чрезмерно растягивать дельту. Ни переднюю, ни заднюю, потому что очень легко рвется бицепс. Именно головка бицепса, крепляющаяся к плечу. Наносим удар и оставляем здесь. Для практики просто потолкайте грушу. Выпрямите плечо и потолкайте грушу. И такой еще момент. Не забываем, что при нанесении левого прямого не следует плечо опускать. Это большой минус. Очень большой минус. А следует плечо приподнимать и ставить прямо на челюсть. Вот сюда, с левой стороны. Притом правая рука находится лучше всего, когда правая рука находится примерно вот в этой позиции. Потому что отсюда короче двигается вперед и короче двигается назад. Рука не просто стоит здесь, а она двигается чуть вперед, чуть сюда, в центральной позиции. Подставку ставит, подставку сюда ставит, чуть сюда ставит. Для того, чтобы в разнообразных ударах во время самого спарринга вам было очень легко варьировать рукой. Это одновременно дает вам тренировку. Именно правой руки. И что вам надо сделать? При нанесении левого плеча чуть-чуть приподнимаю. Если стоять бочком, левое плечо получается выше правого плеча. Правое плечо расслаблено, но кулак находится здесь, прямо на скуле. Рука абсолютно прямая. Теперь, как работает рука. Наша задача научиться как можно прямолинейнее кидать левую руку. То же самое, например, как с правым прямым. Мы становимся в стоечку и задача, чтобы локоть шел четко вверх, где кулак идет прямо вперед. И в конечной фазе мы ее доворачиваем. Мы выпрямляем руку в конечной фазе и руку обязательно вставляем в плечо. То бишь, мы бьем не вот так же, как опять говорил про плечо, а именно вставляем именно в плечо, чтобы удар, ваша сила удара вернулась обратно в плечо, а с плеча вернулась в тело, чтобы у вас тело выдержало, собственно, удар. То бишь, я не вот так вот делаю, где плечо внизу и расхлябанно, а бью и ставлю жестко плечо перед собой. Во-первых, это защита. Мы уже об этом говорили. Во-вторых, это дает дополнительную жесткость вашему удару. Этот момент, он на самом деле кажется очень простым, типа, ну, что сложного, взять и вот так вот сделать. А на деле реально получается так, что для этого нужен год, два, иногда три. Это не так просто понять такие маленькие мелочи самого нанесения удара. Кулак. Кулак движется прямо. Именно прямо и постоянно находится в ударной позиции. То бишь, мы стараемся не вот так вот накидывать удар, а именно постоянно в позиции. Потому что бывает ситуация, когда вы бьете удар, и человек делает шаг вперед. И вы по какой-то случайности не успеваете на это реагировать и бьете. И человек приходит раньше времени. Если у вас постановка кулака неправильная, у вас могут быть травмы. Либо повредите руку, либо что-либо еще другое. А ваша задача, чтобы у вас всегда урон приходил на две кости. И вы четко втыкаете всегда на две кости. Теперь по поводу головы. Во время нанесения левопримого. Когда обычно бьют новички, они почему-то закидывают голову вот сюда вот в сторону, на плечо кладут, голову кладут на плечо. Либо когда я стою к вам лицом, то я голову кладу вот сюда на плечо. Это неправильно, господа. Почему? Во-первых, голова находится под тупым углом по отношению к той стороне. И удар приходящий приходит в тупой угол. Приходит весь урон в голову. Во-вторых, я укорачивал пространство между моим кулаком, целью и моей головой. Моя задача, наоборот, увеличивать пространство, чтобы в мой гол было очень сложно попасть. И что я делаю? Вот голова стоит. Я наношу удар. Голова стоит. Отсюда голову чуть-чуть наклоняя направо, плечо поднимается на челюсть. Если вы левым плечом захотите ударить себя прямо в челюсть, то у вас голова по-любому сюда перейдет. Она никак не сможет здесь остаться. Так неудобно делать. Задача именно вот в этом угле. Угол почему именно такой? Потому что любой удар, приходящий с этой стороны, либо это будет рука, либо нога, конечно, если нога не сверху закидывается, то чтобы он прошел по скользящей. В этом случае у вас больше вероятности, если вы где-то так не заметили удар, чтобы остаться без травмы, не травмироваться. О минусах. По поводу работы левой ноги мы разобрали. И колено разобрали. То, что колено двигается вовнутрь. Таз. Тазом не следует идти вперед. Вот сюда вот. Не нужно идти. Наша задача тазом научиться работать вот сюда. Получается, с левой ноги на правую ногу. Он разворачивается под маленьким углом и переносит центр тяжести на правую ногу. Плечо вкручивается вперед. Чуть-чуть. Тоже коротко и вперед. И останавливается в центральной позиции. И рука. Стараемся рукой работать, локтем не поднимать в сторону, а бить прямо. Как можно прямее. Наносим удар. Правая рука стоит на защите. И стараемся, когда бьем, чтобы вот здесь дырки не было. Потому что люди, которые именно очень хорошо умеют встречать, они будут стараться находить у вас дырки. Ваша задача при нанесении максимально закрываться. Сидеть на задней ноге. Почему при нанесении левого прямого очень часто обучает садиться именно на заднюю ногу? Для того, чтобы вы нанесли один удар, идет подготовка на последующий удар. Я наношу левой рукой и есть подготовка уже сразу же на заднюю руку. И отсюда могу нанести задние руки. Любой удар. Как бы я ни хотел. Могу левый и задняя рука идет. А очень часто на вещи, когда я приходит, и им начнешь показывать про левую руку, они переносят центр тяжести вперед на левую ногу. Так в принципе можно делать. Но в начале нежелательно. Для начала нужно изучить классический вариант исполнения. Полностью понять, как он делается, научиться ему. А после чего вы уже можете варьировать свою технику так, как хотите. Левых прямых и вообще, скажем, возьмем один сегмент удара, там правый прямой, левый боковой, что хотите. Не существует одного исполнения. Существует очень большое количество разнообразия. Смотрите. Если я стоял на этих точках и наносил левый прямой, делал маленький шаг левой ногой и центр тяжести переношу на заднюю ногу, это классическое исполнение, в котором я человека именно втыкаю на руку и останавливаю. Можно сделать и по-другому. Например, когда я не собираюсь продолжать работу правой рукой, а собираюсь продолжать работу левой рукой, то я вес переношу на левую ногу. Я наношу удар и вес переношу на левую ногу. Отсюда подтягиваю правую ногу, делаю уклон и могу сделать дополнительную контратаку. Также считается то, что при нанесении левого прямого в обязательном порядке рука должна идти прямо. На самом деле это неправда. Опять же, ну да, нужно, желательно всего делать так. Но смотрите. Бывает такой момент, что вы встречаетесь с человеком в бою, и он очень своеобразный. У него своя техника, очень сложно его понять. И с такими людьми порой не получается работать классически. То бишь, вы становитесь прям, классически работаете. И прям нереально. И как будто они как орех с карлупей. И очень невозможно ни травмировать, ни попасть. Вам нужно что-то придумывать. Левой рукой можно работать еще вот так. Я специально руку выношу в сторону, локоть заряжаю. В принципе, это кажется то, что я зарядил руку, и меня можно встретить. На самом деле, если вы не делаете намеренно и обдуманно, то очень сложно встретить такого человека. Вы зарядили и сами ждете. Отсюда можно ударить. Получается, при заряде, если вас встречают, вы можете среагировать и сделать контратаку. То бишь, мне нужно сделать вот такой вот удар сбоку. Если, например, человек находится примерно моего роста, я хочу обойти его переднюю руку. Например, он левша. У него передняя рука. И мне нужно обойти. То я могу руку закинуть сверху вниз. Где предплечьем я бью в его предплечье и сбиваю его руку. Также очень такое специфичное нанесение удара есть. Когда обычно учат. При ударе кулак разворачивай. Потому что вращательный момент он дает дополнительные усилия удару. Дополнительную жесткость удара. А нам что можно сделать? Если, например, человек очень быстро, очень хорошо реагирует. И у него разрез, скажем, он пропускает очень хорошо в разрез. Чтобы именно, как сказать, замедлять его реакцию. Либо просто путать его. Можно кулак не разворачивать. А наносить именно вот так. Причем, можно наносить как? В такой технике, когда мы бьем. Оставляем вес тела на задней ноге. Бьем очень легко. А можно еще сделать другой вариант. Смотрите. Суть этого варианта заключается в том, что человек очень легко реагирует на большие движения тела. То бишь, если я сделаю вот этот удар, то здесь работает корпус вначале. Потом рука. И человек очень хорошо замечает. Даже на больших скоростях. По-любому глаза адаптируются. А ваша задача, как бы, фактически перейти эту систему. Что мы делаем? Мы закидываем руку. Просто закидываем руку туда. И в конце уже, вот в конечной фазе, делаем шаг. Получается, бью, а потом делаю шаг. Закинул удар, а потом шаг с запозданием. Это дает, ну, некий нам шанс на то, чтобы мы попадаем и человек просто закрывает глаза. По большей части левый прямой, он не является очень сильно травмирующим ударом. Это является больше отвлекающим ударом. Ударом, который подстраивает человека, останавливает человека, сбивает человека. На финтах можно работать. Также, например, момент. Очень часто люди любят, например, я сам. Люблю работать, когда у меня рука вот здесь находится. И люди любят бить вот отсюда. Если вы собираетесь бить левый прямой отсюда в виде финта и в виде просто, чтобы бросить на глаза, то вы кидаете вот. Примерно кулак, он просто наносится вот этой частью и сбрасывается туда. А в тот момент, когда я, например, хочу отсюда уже ударить жесткий, то я кулак должен выставить в направлении удара. Я отсюда поднимаю резко, выставляю и делаю движение телом уже. Уже не рукой просто закидываю. Поднял и вкручивание телом, чтобы уже жестко встретить человека. В принципе, вот нанесение. Также не забываем то, что перенос центра тяжести очень большое значение имеет. Потому что если человек умеет только пить, перенося разноименно центр тяжести, при нанесении правой я переношу на левую, при нанесении левой я переношу на правую ногу, то человеку можно очень хорошо путать при нанесении разнообразным весом и перенесением тела. Можно исполнять, например, двоечку. Когда я переношу вот так, можно исполнять вот так. И также могу левый прямой бить на этот шаг, на этот шаг, на движение вперед, на движение назад. Как угодно. Как можно больше разнообразия. Чем больше у вас будет арсенал, тем сложнее будет с вами работать. Очень часто, когда приходят новички, они буквально так 2-3 раунда подстоят, и у них начинают забиваться плечи. Они не могут ни акцентированно ударить, и бит очень слабо, и говорят, что у меня плечи устали, я не могу наносить удары. Что делать? Во-первых, тут ничего особо не поделаешь, это простая практика. Минимум 2 недели человеку нужно для того, чтобы он адаптировался по ту или иную деятельность и начинал в этой системе работать. А дальше уже вы стараетесь как можно больше работать, для того, чтобы у вас увеличилась выносливость в той или иной сфере. Но дополнительно можно делать определенные упражнения, чтобы у вас были именно выносливо плечо, либо же там вообще вся координация в общей целом. Первое. Мы можем поработать с гантелью. Берем примерно килограмм, либо два, но не надо брать большие веса, потому что вы работаете на выносливость, а не на мощь удара. И вы берете, ставите раунд примерно 5-6-7 раундов и работаете. Получается, на левую руку наношу в основном очень много-много работы левой рукой. Поначалу это будет очень сложно, потому что у вас плечо будет очень быстро забиваться. Не забываем то, что либо мы на месте топчемся, перекидывая вес тела, либо мы двигаемся, либо мы двигаемся назад. И как можно больше-больше-больше закидываем левой рукой. Через некоторое время рука начнет, как говорят в простонародье, обсыхать. В один день мы делаем железку. Не надо смешивать всю работу. Типа в один день я сделал и бой с тенью, и с железом поработал, и резиной поработал. Ничего подобного. Не надо так делать, потому что это не приводит к хорошему успеху. В один день сделайте железом, во второй день сделайте бой с тенью. То же самое. Вы берете бой с тенью и то же самое. Просто нарабатываете. Накидываете. Прямо все то же самое задание. И накидываете точно так же. И через день вы берете уже резину. Следующим нашим упражнением является резина. Мы берем резину и стараемся в третий день работать на резине. Мы ее берем в левую ручку и с небольшим натяжением становимся в стоечку и раскидываем для начала. Потому что и так уже будет тяжело. Со временем, когда будете уже к этому привыкать, ваша задача шаг вперед, то же самое. И стараемся работать как можно быстрее. Со временем опять делайте еще шаг вперед, чтобы еще тяжелее было. И так же можно на самом деле порой делать вот такую вот вещь. Я просто беру руку и накидываю. Вот пришли на тренировку. Вместо того, чтобы разогреваться, взяли и просто накидываете с резиной. Здесь прямо накидываете. Аперкот накидываете. И просто бьете как можно больше. Причем большей части в данном моменте работаете именно плечом. Я не корпус сюда вот так вот подключаю, а я именно рукой. Можно сказать, что это неправильно, а потом будешь технику неправильно делать. А суть в том, чтобы именно плечо дополнительно работало. Чтобы именно вносливость плеча появлялась здесь. Бочком становимся. Накидываем. Корпус доворачиваем и ручку накидываем. Боковую стоечку апперкотом накидываем. Прямой накидываем. Как хотим. Как можно больше исполнения. Со временем можно тот самый. Обязательно лучше. Обязательно. На правую руку делать. И на левую, и на правую. Господа, подписывайтесь на канал Батон Свет. Оставляйте свои лайки, комментарии. И большой удачи вам в наработке ударов. Здравствуйте. Сегодня я расскажу о правом апперкоте. Причем о нестандартном правом апперкоте. В основном люди считают, что вообще в принципе во всех залах обучают людей бить право апперкот вот таким образом. Вес держат на правой ноге. При ударе фактически остается в центре между двумя ногами.